Привет, друзья! Сегодня у меня особенное видео, посвященное самым эффектным градостроительным стратегиям. Если вам интересно узнать, как создавать процветающий и уютный город, тогда это видео для вас. Stream World Build – стратегический симулятор, который отправляет нас на просторы шахтерского городка, где мы исполним роль профессионального архитектора. В твоем распоряжении достаточно большой арсенал, который позволит воплотить любую идею в жизнь, выстроив и развив современный город с передовыми технологиями. Важно не обделять вниманием и жителей поселения, у которых есть свои запросы и потребности, а их нужно вовремя выполнить, чтобы делать общее настроение позитивным. Сюжет расскажет о существовании некой заброшенной шахты, которая находится прямиком под городом, а с ней связаны легенды о том, что в глубинах находятся древние технологии, раздобыв которые человечеству удастся остановить надвигающийся апокалипсис. На твои плечи ложится огромная ответственность за жизнь целой планеты, а поэтому смело принимайся за дело, подкручив смекалку, навыки стратегического планирования, а в некоторых моментах и хитрость. Rids of Yggdrasil – зрелищный рогалик, где помимо интересного геймплея, вас ждет очаровательный, вымышленный мир, живущий по своим правилам. Никому не скрыться от надвигающихся рогнарька, ставшего предместником конца всего живого. Главному герою вместе со своим племенем викингов предстоит отправиться исследовать надломленное мировое дерево, в попытках отыскать способ спастись от захлестнувшегося с земли хаоса. Погрузитесь в удивительное путешествие и узнайте, какие сюрпризы подготовил для вас основанный на скандинавской мифологии мир. Игра предлагает освоить ряд интересных механик, ведь разработчикам удалось сделать микс из градостроительного симулятора и классического рогалика. Вашим основным центром станет поселение, которое вы сможете улучшать с помощью найденных артефактов. Постоянно следите за тем, как дела у ваших жителей, и вовремя реагируйте на неполадки, чтобы ваш маленький мир не развалился на части. Совершайте вылазки за пределы деревни в попытках отыскать полезные материалы и реликвии. Помимо этого, вы то и дело будете находить карты с различными эффектами. Тщательно изучайте их плюсы и минусы, а после собирайте колоды, опираясь на имевшийся уже опыт и нужды. Экспериментируйте с комбинациями и помните, что в случае неудачи вы хоть и потеряете всё, но получите необходимые знания, с помощью которых продвинетесь дальше при следующем заходе. Bullwake Falconer Chronitslice – градостроительный симулятор, где главной задачей игроков является строительство городов. Особое внимание уделяете не только внешнему виду, но и уровню защиты от вражеских атак. Действие происходит в Великой Урсе, в фантастическом мире, где происходили события в Фалконер. Игра держится на двух китах. Первый – строительство, что отличает эту игру от других, так как отсутствует выбор типа здания. Вместо такой функции авторы добавили параметры размера и направления расширения. Вскоре здания возводятся, соединяются с другими и изменяются. При строительстве учитываются как эстетические, так и защитные возможности. Второй столб игры – защита крепости от противников под предводительством могущественного дракона. Со временем игроки получают ресурсы, членов правления и специалистов. Благодаря им открываются новые юниты типа построек, а крепости становятся красивее и мощнее. Графический фон имеет характерный мультяшный, но в то же время мрачноватый стиль. А уникальная особенность заключается в скромном интерфейсе. Builders of Egypt – градостроительная стратегия в реальном времени, в которой вы отправитесь на просторы древнего Египта, где придется строить города, развивать свои владения и участвовать в сражениях. События игры начинаются происходить сразу после того, как умирает Клеопатра VII. Египет оказался на грани полного краха, и теперь он нуждается в настоящем правителе, в том, кто смог бы объединить народ и сделать его единым целым. Теперь вам придется взять в свои руки власть над государством, научиться строить и развивать, обучиться дипломатии и политике, освоить принципы торговли и не только. Игровой процесс в целом тут довольно прост. Вы будете управлять своими землями, строить города, развивать социальную сферу, торговать и добывать ресурсы всеми возможными способами, устраивать сражения, нападать на империи или защищать свою империю от множества разнообразных врагов и делать многое и многое другое. Но это только в общих чертах, а если углубиться, то становится ясно, что игровой процесс тут состоит из целой кучи направлений, таких как политика, торговые отношения и религия, которая также тут играет не менее важную роль. Фантастик Хэйвен – красочная песочница с элементами стратегии. В мире, где магия постепенно исчезает в пользу технологических достижений, угрожающих равновесию, вы играете роль одного из старейших, защитников континента. В то время как жители предпочитают охотиться на существ и постепенно отказываются от магии, ваша миссия – восстановить равновесие, спасая фантастических героев, используя дипломатию и обучение, чтобы убедить людей жить с ними в гармонии. Вам придется построить убежище в новом регионе, создать базовую инфраструктуру, чтобы разблокировать новые исследования и здания, которые позволят вам принимать существ и способствовать процветанию вашего убежища. Приводите существ в убежище и реабилитируйте их. Размещайте их в соответствующих карантинных зонах, затем перемещайте в заповедник с другими совместными существами и их биотопом, изолируя от остальных. Когда придется время, выпускаете их обратно на волю, помогая восстановить баланс магии в мире. Развивайте в себе качество настоящего дипломата и научитесь договариваться с людьми и волшебными существами, находя у них общие интересы. Каждое выпущенное новое существо помогает восстановить магию и стабилизировать баланс в мире. Как только магия в регионе будет полностью восстановлена, очередная миссия будет завершена. Однако в игре есть много других областей, где потребуется ваша помощь. Pirates Republic. Погрузись в мир пиратов, приключений и биться за свободу и золото. В игре вы окажетесь в роли молодого пирата, которого предали и выбросили на необитаемый остров. Оставленным на произвол судьбы, вам предстоит собрать все силы и найти остальных уцелевших, чтобы вместе создать свою пиратскую команду. Вы сможете создать свой непобедимый флот из самых отважных пиратов, собрать лучшие корабли и отправиться на захватывающие сражения с другими игроками. Ваша цель – стать самым известным и опасным пиратским флотом во всем мире. Путешествуя по морям и островам, вы будете сражаться с рогами, грабить торговые корабли и сокровищницы, а также составлять конкуренцию самому легендарному пирату Синей Бороде и даже самому Дрейку. Вам предстоит пройти через множество испытаний, но только так вы сможете стать настоящим вождем пиратов и захватить весь Карибский бассейн. Игра также предлагает широкий выбор оружия, кораблей и способностей, которые вы сможете развивать и улучшать в процессе игры. Вы сможете создать свою уникальную стратегию и стиль игры, чтобы одержать победу над всеми своими врагами. С каждым новым победным сражением вы будете получать деньги и ресурсы, которые помогут вам развивать ваше поселение. Вам предстоит совершенствовать свою пристань в своей гавани, улучшать существующие строения и нанимать больше пиратов, чтобы ваш флот стал еще более мощным. Summer House. Симулятор градостроения перенесет вас в яркий солнечный денек и обеспечит всеми возможными строительными материалами, чтобы воплотить любую вашу мечту. Игра предлагает множество различных локаций, в которых вы сможете строить свои домики и даже целые улицы. От набережных песчаных с пляжами и лазурным морем до городских скверов с зелеными лужайками. Выбор ваших творческих возможностей огромен. Каждая локация отличается своим стилем и атмосферой, что добавляет еще больше разнообразия в игру. Вы можете проявить свой вкус и фантазию, создавая уникальные композиции и архитектурные шедевры. От строительства обычных домов до создания целых парков и площадей вам доступны бесконечные возможности. Каждый элемент можно расположить в нужном месте, добавлять декорации и создавать настоящее произведение искусства. Одним из главных преимуществ игры является простота управления и интуитивно понятный интерфейс. Даже если вы никогда не играли в подобные игры раньше, вы сможете быстро освоиться и начать творить. Industry Giant 4 Симулятор настоящего воротилы в мире бизнеса. Вам предстоит взять на себя роль владельца компании и развивать ее. Строить заводы, фабрики и другие предприятия. Ваша цель – достичь высот в мире бизнеса, войти в десятку самых богатых людей мира по версии Forbes. Вас ждет огромный выбор возможностей. Вы сможете выбирать из множества отраслей. Производство автомобилей, пищевая промышленность, энергетика и многое другое. Каждая отрасль имеет свои особенности и требует разного подхода к управлению. Один из самых интересных аспектов игры – это возможность строить свои собственные заводы и фабрики. Вы сможете создавать уникальные производства, оптимизировать процессы и улучшать качество продукции. Если вы мечтаете о карьере бизнесмена и решили испытать свои силы в этой непростой сфере, за этим вам не стоит далеко ходить. Но будьте осторожны, вам придется учитывать множество факторов, таких как спрос на рынки, конкуренцию и экономические тенденции. Вам придется принимать множество сложных решений. Но именно такие вызовы делают игру по-настоящему увлекательной и захватывающей. Вам придется выстраивать стратегию развития, прогнозировать рыночные тенденции и принимать решения в реальном времени. В игре реализованы множество экономических и бизнес-процессов, которые действительно существуют в реальном мире. Это поможет вам не только весело провести время, но и научиться некоторым аспектам бизнеса и управления компанией. Орк Ворджи Стратегия Сити Билдер Стратегическая игра в реальном времени, где игрокам представляется возможность увидеть мир глазами орка. И это будет нелегкое приключение. Действие игры происходит после войны между людьми и орками, в котором последние потерпели сокрушительное поражение. После кровоправительной войны прошло много лет, но люди продолжают охотиться на орков, захватывая их земли и расширяя свои владения. Молодой вождь орков не смирился с этим, но намерен вернуть своим собратьям былую славу и покончить с тиранией своих врагов. Для победы в войне требуется поддержка как можно большего числа орков, поэтому молодой вождь орков отправляется строить город. Ресурсы можно использовать для строительства зданий и расширения своих владений, позволяя новым жителям проникать в город. Люди не должны нуждаться в еде, поэтому вождь должен позаботиться и об этом. Оружие – еще один мощный ценный ресурс в игре, поскольку орки будут использовать его для набегов и принесения славы своему лидеру. Задача вождя – посеять в сердцах людей страх перед их родственниками, а затем разгромить их армию. Но для этого хорошо бы иметь на своей стороне богов. Селестия Эмпайр – смесь стратегий и градостроительного симулятора. Здесь вы станете очередным доверительным лицом императора и возьмете под контроль целую провинцию, нуждающуюся в хорошем правителе. Окажитесь во главе целого региона Великой Империи, станьте правителем, от которого будет зависеть буквально все без исключения. Отстройте город и сделайте граждан по-настоящему счастливыми. В ваших руках сосредоточена власть над регионом, используйте ее с умом. Развитие города – первоначальная задача. В ходе прохождения игры вы должны будете развивать регион и город, заниматься развитием его экономики и налаживать производство различных ресурсов. Вам придется также заниматься и сельским хозяйством, и разведением животных, и переработкой сырья, куда более важные сырьевые продукты и не только. При этом перед вами каждый раз будут открываться все большие возможности. Новые виды производств, ресурсов, технологий и всего остального. Управление обществом является не менее важным аспектом игрового процесса. В первую же очередь вам придется позаботиться о том, чтобы общество было довольным вашим правлением. А для этого придется угождать обществу, следить за тем, чтобы у граждан было все, в чем они нуждаются, и создавать максимально благоприятные условия для жизни. Далее же вы сможете облагать налогами жителей региона. При должном развитии будет повышаться социальный уровень общества, благодаря чему будут открываться новые возможности, такие как строительство более важных зданий, создание архитектурных памятников, ну и все в таком роде. Надеюсь, что мой топ поможет вам создать идеальный город в любой игре или симуляторе. Благодарю вас за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий с вашими любимыми градостроительными стратегиями. Увидимся уже в следующем видео. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!